Девушки отдыхают Во время общения с прессой глава Чечни предложил своим сыновьям вызвать на бой Федора Емельяненко. Кадыров озвучил следующее. Адам, Ахмат, скажите корреспонденту, вызовите Емельяненко на бой? Не испугаетесь? Молодцы, так держать. Президент Чеченской Республики сказал, что Емельяненко руководит любительским ММА, не имеющим отношения к профессиональным клубам и не имеет права давать оценки. Также Кадыров обвинил Емельяненко в том, что вместе с комментарием тот разместил в интернете фото маленького сына Кадырова, после чего в социальных сетях начались оскорбления в адрес ребенка. Федора попросили убрать снимок, однако он отказался, ответив, что люди подумают, якобы Федор испугался. Кадыров уверяет, что в ситуации с показательными детскими боями все было под контролем. Судьей назначили детского тренера, который знал, когда остановить поединок, чтобы никто не пострадал случайно. Что ж, надеемся, на этом недопонимания Кадырова и Емельяненко прекратятся. Пару дней назад состоялась церемония прощания с экс-чемпионом Глори весовой категории до 77 килограммов Марком де Бонте. В этот же день было произведено вскрытие, после чего осуществлена кремация. Стоит отметить, что даже после вскрытия полиция не сообщает широкой общественности о причинах смерти именитого кикбоксера. Напомним, что Марк пропал три недели назад, не вернувшись после вечеринки. На его поиски были брошены немалые силы полиции и добровольцев, а родственники и друзья бойца предлагали вознаграждение в размере 5000 евро за любую информацию о местонахождении бойца. В итоге тело Марка нашли в одном из каналов. Промоушен Глори на прошлой неделе напомнил о себе и в связи с приятным событием. В обойме промоушена появилась новая звездочка — 19-летний Тиджани Бестати. Рекорд которого составляет всего 10 побед, одно поражение и 4 победы нокаутом. На данный момент он является самым юным бойцом в организации и будет выступать в весовой категории до 70 килограммов. Вот что говорит Тиджани по поводу своего выступления в Глори. «Я самый молодой боец в дивизионе. Мне исполнилось 19 лет, всего лишь пару месяцев назад. Я голодный до больших побед и уверен, что меня ждет большое будущее. Сейчас я живу только боями, о них все мои мысли. Если я не дерусь, я не ем. Я так думаю. Я техничный высок, у меня хороший бокс, но и кикбоксер я в порядке. Люблю избивать своих соперников ногами и коленями. У меня нет приверженности одному стилю боя, я постоянно их смешиваю. Могу драться с умом, а могу ввязаться в натуральную рубку». Тиджани Бестати тренируется в известном зале в Голландии, в Эколизиум Гам, который посещают такие откулы кикбоксинга, как Робин Ван Русмаллен, Рико Верховен и другие. Свой дебютный поединок под эгидой Глории Тиджани проведет 10 декабря в рамках Глории 36. В суперфайте ему предстоит встретиться с Андреем Брюлем. Новыми лицами может похвастаться и полутяжелый дивизион UFC, который пополнился еще одним российским бойцом – Сапарбеком Сафаровым. Каждый бой в своей карьере Сапарбек закончил досрочно в первом-втором раундах. Побеждал таких опытных бойцов, как Игорь Слюсарчук, Родни Уалес и Валда Спацевичус. В UFC Сафаров подписан в качестве замены подцепившему стафилокок Пэту Каминсу и столкнется с непростым соперником Джаном Виланте. Известность Сапарбека Сафарова в России связана прежде всего с неприятным случаем. В 2011 году на взвешивании он спровоцировал поляка Томаша Наркуна и отвесил ему пару оплеух. Несмотря на то, что Сафаров извинился за этот инцидент, Наркун драться с ним отказался. Дебют Сафарова состоится 9 декабря на UFC Fight Night 102. Эта неделя не только пополнила ряды UFC, но и подготовила к прощанию с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе 41-летним американцем Тито Артисом. В своем микроблоге Twitter Артис официально объявил о том, что поединок против экс-претендента на титул чемпиона UFC в среднем весе 39-летнего соотечественника Челла Сонена станет последним выходом для него в октагон. Артис благодарит Дану Уайта и UFC за то, что не стали проводить ивент в один вечер с его последним боем. Точка в карьере Артиса будет поставлена 21 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, где Артис и Сонен встретятся в октагоне на арене «Форум» в рамках турнира «Беллатр-170». Ну и как же говорить о UFC и не упомянуть его главную звезду Конора МакГрегора, который заявил о себе на прошлой неделе в связи с неожиданным событием. Он получил боксерскую лицензию. Соответствующее решение вынесла Атлетическая комиссия штата Калифорния. Это означает, что Конор вполне может провести поединок против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях 39-летнего американца Флойда Мэйвейзера. Этот поединок активно пиарился на протяжении длительного времени, но переговоры так ни к чему и не привели. Вот что говорит Конор по этому поводу. Если я сосредоточусь на боксе и буду работать, то никто не знает, на что я буду способен. Я пришел сюда не просто так, а чтобы вырубить Мэйвейзера. Это все. Исход может решить один удар, а возраст не щадит никого. Знаю, что сила и молодость – мои преимущества. Кроме того, я готов рассматривать любые возможности и кандидатуры потенциальных оппонентов. Например, кто-то из прошлых соперников Флойда. Посмотрим, как все будет. Президент промоушена UFC Дана Уайт довольно оперативно отреагировал на сенсационную новость о том, что главная звезда его организации, Конор МакГрегор, получил боксерскую лицензию. Я понятия не имею, что Конор делает. Конор – это Конор. Он всегда делает все по-своему. Однако вам необходимо знать, что у него контракт со мной. Кто знает, что у него на уме. Я просто позволяю ему быть самим собой. Нам вообще забавно обсуждать бой Конора и Флойда. Какая спортивная комиссия позволит этому поединку состояться? Приводит слова Уайт и телеканал Fox Sports. С интересом будем следить за развитием событий. Конора МакГрегора Говоря о Коноре МакГрегоре, нельзя не упомянуть Хабиба Нурмагомедова, который больше не хочет ждать чемпионского пояса. Он заявил, что не намерен дожидаться чемпиона UFC в легком весе Конора МакГрегора и хочет провести бой уже в марте следующего года. Ранее Хабиб высказал мнение, что UFC может провести турнир в России во второй половине 2017 года. Напомним, что после UFC 205 МакГрегор заявил, что берет перерыв и будет отдыхать до середины 2017 года. Нурмагомедов объявляет, что если Конор будет так долго отдыхать, он согласен провести бой за титул временного чемпиона организации в легком весе с Тони Фергюсоном. А МакГрегора ждет еще один боец и чемпион UFC в полулегком весе, 30-летний бразилец Жозе Альдо. Его так гнетет позорное поражение от чемпиона UFC в легком весе 28-летнего ирландца Конора МакГрегора, что тот готов драться с обидчиком в легком весе. Бой Альдо против МакГрегора состоялся на UFC 194 и завершился поражением Жозе Нокаутом на 13-й секунде. Альдо заявляет, что сначала хочет защитить пояс чемпиона, а потом пойти на бой с МакГрегором в легкой весовой категории. Дана Уайт говорил, что чемпионы сами могут выбирать с кем им драться. Так что Альдо не видит проблемы в том, против кого нужно будет защитить пояс. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Ведь МакГрегора предугадать весьма непросто. Субтитры создавал DimaTorzok